Бог живых. Евангелие от Луки, 20 глава, с 27 по 40 стих. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его. Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий. Так же и все семеро. И умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ. А что мертвые воскреснут? И Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали. Учитель, ты хорошо сказал. И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им. Размышления. Часть первая. Будьте готовы измениться. Евангелие от Луки. 20 глава. С 27 по 33 стих. Саддукии упорно не верят в воскресенье. Они приходят, чтобы указать Иисусу на его ошибку. И представляют гипотетическую ситуацию, которая, по их мнению, должна выявить кардинальный изъян в его учении о воскресенье. Иногда мы приходим к Богу с таким же отношением. У нас есть вопрос, но мы уже решили, какой ответ нас устроит, а какой нет. К Богу нужно приходить в смирении с готовностью и желанием получить от Него обречение и измениться. Он готов к нашим вопросам, но мы должны быть готовы принять Его ответ. Даже если придется изменить свою точку зрения. Если Библия не меняет ваше мышление, значит, вы не даете Божьему Слову формировать ваш образ мыслей. В какую часть своего мировоззрения вы не пускаете Бога? Позвольте Ему научить вас. Размышления. Часть 2. Лучшая жизнь впереди. Евангелие от Луки, 20 глава, с 34 по 40 стих. Иисус учит садукеев, показывая их неверное понимание вопроса воскресения. Они в очередной раз осознают, что Он намного превосходит их, а некоторым книжникам даже нравится Его ответ. Многих из нас трудно чем-либо удивить. Многим из нас трудно принять реальность смерти. Но Иисус показывает, что изначально ее не было в Божьих планах. Бог есть Бог живых. Он послал Своего Сына, чтобы на кресте разрушить проклятие греха и лишить смерть силы, и через Его воскресение открыть путь к вечной жизни. На небе больше не будет слез, страданий и смерти, но только радость и вечная жизнь в царстве нашего чудесного Бога. Приходите ли вы в отчаяние, столкнувшись с болезнью, болью или смертью? Можно скорбеть, но нужно держаться надежды, что Иисус скоро придет и положит конец страданиям. Молитва. Отец Небесный, Этот мир приносит мне скорбь. Каждый день я вижу, насколько он изломан. Пусть этот скорбь не изнурит меня и не сделает циничным, но научит еще больше ценить Евангелие и жаждать грядущей лучшей жизни. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok